мне так нравится яблоки кушать я когда еще жил в Австро-Венгрии самый популярный продукт был у нас в Австро-Венгрии это шелковица и яблоки а шелковица яблоки и орехи по-моему они называются грецкие как знаешь так разбиваешь их там как будто это мозги короче в черепе так смотрятся вот эти орехи например в Швеции эти орехи да вот эти деревья ореховые и деревья шелковичные да деревья шелковицы они не растут в Швеции нет этих деревьев яблоки есть а шелковицы и орехов нету шелковицу здесь вообще нигде не продают и не купить здесь а орехи продают но они реально не свежие то есть когда этот орех ну раскалываешь и достаешь эти ну мозговину эту это конечно можно хавать да хавать можно но оно не вкусное вот я вот не знаю вот в России везде орехи росли или нет когда вот представьте себе осень да ты идешь по по Ивано-Франковску а Ивано-Франковск это как вы все знаете Австро-Венгрия и вот эти орехи они вот ты идешь по улице тупо и они растут на деревьях ты берешь просто палку кидаешь эти орехи сыпятся они такие сыпятся ты берешь очищаешь это такой зеленой кожуры такая толстая потом разбиваешь этот орех и кушаешь вот эту вот мозговину это мозговина вот это вообще нельзя сравнить свежие вот эти орехи да с теми с которыми продают в Швеции у нас то есть ну такая вкуснятина просто это мозговина еще там в такой в шкурке я любил эту шкурку очищать даже как и вот яблоки жру да я яблоки тоже люблю без шкурки вот у меня всегда ассоциация если я ем яблоки со шкуркой или орехи с этой шкуркой от которой на мозгах у меня всегда ассоциация как будто я ну трогаю потресканные пятки так можно сказать конечно вот и короче вот и самое главное все это на халяву яблоки на халяву хочет их яблок было орехов вообще по ним там машины ездили по этим орехом и шелковицы тоже там море а шелковицы чтобы представить что такое шелковица в швеции вообще даже не знаю что такое шелковица шелковица такое ну как оно дерево да такое дерево и на нем типа клубники только вот у клубники маленькие зернышки до клубника состоит из маленьких зернышек а шелковица состоит из таких покрупнее зернышек и клубника она только красная а шелковица она черная красная и белая и вся она разная на вкус то есть белая на по-своему вкусная как например французское вино шабли ну скажем так для понта а вот красная шелковица это например типа ну скажем бургундская такое не очень знаете такое такое не грубое такое мягенькая до бургундская бургундская вот понимаете да а вот уже черная шелковица это бордо знаете каберне совиньон бургундская это пино нуар кстати нормальное сравнение особенно для тех кто не пьет почему то все рассказываю так и не понял вот короче вот а швеция этого добра к сожалению нету и яблоки здесь как бы не есть но иногда они вкусные иногда нет но именно у которой на улице на халяву можно натрясти магазинах они все вкусные но они мне кажется они какие-то искусственно выращенные но вкусно 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 кстати видите эту штучку таким к сделала она любит японские мультики какой-то персонаж из японских мультиков я бы не вникал вот но красиво сделано это из фольги я кушаю шоколадки чтобы не засорять природу ну понимаете я съем шоколадку выброшу фольгу фольга попадет в море какая-то рыба начнет отожрать и сдохнет ну ну не могу я чтобы животные насекомые гибли из-за меня поэтому сказал кимки делай из фольги от шоколада всякие фигурки и поделки вот она начала делать морских фигурок дома так 538 штук уже вот красиво красиво очень ладно такой ролик как всегда ни о чем получился ну как бы давно не делал поэтому извиняюсь если чего ну вам не понравилось но я буду стараться стараться все давайте до свидания